Дуглас Мосс Дэйл Карнеги Прием общения с любым человеком в любой ситуации Читает Игорь Гмыза Вступление Качество нашей жизни зависит от качества общения Умение общаться, производить хорошее впечатление, нравиться людям Сегодня это необходимо всем и каждому Где бы вы ни работали и чем бы ни занимались Уже доказано, что без навыков успешного общения Невозможно ни сделать карьеру Ни хотя бы маломальски преуспеть ни на одном поприще Мы живем среди людей, а значит, хотим того или нет, зависим от них От того, как складываются наши взаимоотношения И какое впечатление мы производим на других Зависит ни больше ни меньше наше собственное счастье Наше удовлетворение от жизни Наше благополучие, в том числе и материальное Тот, кто располагает к себе людей Всегда и везде оказывается в выигрыше Да вот только искусство общения Не учат ни в школе, ни в университете Не учат самому главному Тому, без чего в жизни обойтись невозможно Есть, конечно, люди, которые от природы наделены Даром успешной коммуникации Но их единицы Большинство же вынуждены действовать методом проб и ошибок Полагаясь на собственное чутье И на те навыки общения, что были усвоены с детства В родительской семье и в кругу сверстников Но вот беда Эти навыки подчас не только ничем нам не помогают Но и вредят Сами того не желая, мы совершаем в общении ошибку за ошибкой И вместо того, чтобы располагать к себе людей Оставляем их равнодушными или, того хуже, отталкиваем А почему? А потому, что общение — это именно искусство И в нем действуют свои законы Чтобы правильно общаться, эти законы надо знать и использовать Не зная этих законов, множество людей сплошь и рядом нарушают их Вот самый простой пример Желая заинтересовать собеседника, мы начинаем рассказывать ему о себе О своих достоинствах, достижениях, планах и проектах Мы ждем, что у собеседника загорятся глаза И он начнет ловить каждое наше слово А как иначе? Мы ведь говорим о том, что нам больше всего интересно Но собеседник почему-то поглядывает на часы Спешит свернуть разговор и вовсе не стремится встретиться с нами еще раз Мы в итоге обвиняем либо себя, недостаточно интересно говорили Либо собеседника Он невнимательный, непонимающий нас человек И навсегда теряем человека, который мог бы стать для нас другом Или, по крайней мере, сторонником, единомышленником, добрым знакомым А ведь чтобы сразу с первой минуты разговора расположить его к себе Надо было лишь начать разговор не с себя, а с того, что интересно ему, собеседнику У него мгновенно сложилось бы о нас самое лучшее мнение Он был бы уверен, что более интересного собеседника И более приятного человека просто нет на свете Это закон, подтвержденный практикой Проявляя искренний интерес к людям Любой человек за месяц приобретет больше друзей, чем приобрел бы за два года Пытаясь заинтересовать людей собой Такое простое правило Но почему же мы не следуем ему? Просто потому, что нас никто этому не учил Первым, кто начал активно восполнять этот серьезнейший пробел в образовании человечества Почти не задумывавшегося прежде об искусстве общения Стал Дэйл Карнеги Человек, чье имя известно сегодня во всем мире Дэйл Карнеги родился в 1888 году В американском штате Миссури В семье бедного фермера С самого раннего возраста Дэйл был буквально одержим страстью к учебе Его не останавливали ни бедность, ни трудности И поступив в колледж, который находился за три мили от его дома Он днем упорно учился, а вечерами работал на ферме Доил коров, кормил свиней, колол дрова После чего до полуночи сидел над книгами и тетрадями И так изо дня в день много лет Очень рано он начал упражняться в ораторском искусстве И даже вступил в дискуссионный клуб Где в короткий срок добился таких успехов Что стал побеждать во всех дискуссиях Среди его соучеников появились те Кто просил и их научить так же блестяще выступать В результате, еще будучи студентом Он уже получил вполне успешный опыт преподавания ораторского искусства Однако после окончания колледжа Мечты Дейла о преподавании потерпели крах Владельцы фермерских хозяйств, составлявшие большую часть населения в тех краях Не желали ничему учиться у вчерашнего студента Несмотря на все его попытки завлечь их на организованные им заочные курсы Тогда он начал искать другую работу И чем только не занимался Был агентом по продажам, рассыльным в Небраске А затем даже актером в Нью-Йорке Но все это время Дейла не оставляла главная мечта его жизни Стать писателем и преподавателем И однажды он вновь предпринял попытку Организовать школу ораторского искусства На сей раз в Нью-Йорке Но в те времена, шел 1912 год Подобные школы и курсы были в новинку И в Ассоциации школ христианской молодежи Куда Дейл обратился со своим предложением Лишь пожали плечами Считалось, что подобные курсы никого не заинтересуют Но Карнеги настаивал на своем Он согласился работать даже без жалования А лишь за проценты с прибыли от курсов Если таковая будет И вот курсы открылись И начали пользоваться невиданным успехом Этого никто не ожидал Слухи о Дейле Карнеге докатились до других городов Где тоже начали открываться подобные курсы И чем дольше Дейл Карнеги занимался преподавательской деятельностью Тем больше он понимал, что еще больше, чем в ораторском искусстве Люди нуждаются в искусстве ладить с другими В навыках успешного общения Завоевания симпатии и обретения друзей В соответствии с этим он и перестроил свою учебную программу Очень скоро выяснилось, что для обучения на курсах требуются учебники Но в те времена в США не было ни одного пособия Ни по публичным выступлениям, ни по искусству общения И тогда Дейл Карнеги начал писать эти учебники сам Именно так и появились на свет его книги Которые изначально даже не были предназначены для продажи Однако они стали бестселлерами Которые до сих пор востребованы и популярны во всем мире Самые популярные из книг Карнеги Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично Как перестать беспокоиться и начать жить К 30-м годам 20-го века книги Дейла Карнеги и его преподавательская деятельность Сделали его едва ли не самым популярным человеком в США Он основал институт Дейла Карнеги Филиалы которого открылись во многих странах мира В 1955 году его не стало Но память о великом ораторе, преподавателе и писателе Не только не иссякает, а лишь крепнет с годами Наследие Дейла Карнеги продолжает помогать огромному количеству людей Добиваться грандиозных успехов в жизни Дейл Карнеги доказал Качеством нашего общения в огромной степени определяется качество нашей жизни в целом Его система позволяет каждому научиться располагать к себе людей Приобретать друзей, нравиться людям и влиять на них безо всякого давления и жестких методов подчинения Строить общение к взаимной выгоде, избегая конфликтов и споров Понимать и уважать друг друга в любой ситуации Сегодня уроки Дейла Карнеги стали уже классикой науки и искусства общения Они не стареют, не теряют актуальности с годами А лишь вновь и вновь подтверждают свои истинность и универсальность Уже в течение многих поколений людей во всем мире Эти уроки универсальны, потому что позволяют стать настоящим гением общения любому человеку Независимо от качеств характера, врожденных способностей к общению, возраста, образования, социального положения И до сих пор многочисленные школы, системы, семинары, курсы, посвященные общению В той или иной мере опираются на тот фундамент, что был создан основоположником науки общения Дейлом Карнеги Даже если вы просто прослушаете советы Дейла Карнеги Познакомитесь с выведенными им законами и правилами общения Вы уже будете неплохо подкованы, чтобы начать преуспевать в искусстве нравиться людям Но гораздо быстрее и легче вы добьетесь успеха, если пройдете тренинг по отработке конкретных навыков общения Ведь очень часто именно отсутствие практики является для нас камнем преткновения Мы получаем теоретические знания и считаем, что теперь у нас нет препятствий к успеху Но почему-то так и не решаемся применить эти знания в реальной жизни Либо пытаемся применять их, но отступаемся при первой же неудаче, опасаясь экспериментировать дальше Данное пособие как раз и призвано помочь вам сделать шаг от теории к практике Вам трудно сразу начать применять знания в своем каждодневном общении Вам хотелось бы сначала отработать эти навыки в спокойной обстановке В таком случае эта книга для вас Вам не нужно ходить на курсы и семинары Любое удобное для вас место может стать вашим учебным классом Тренируйтесь дома, в удобном кресле, на любимом диване Или в любой другой комфортной для вас обстановке Это будет своего рода репетицией перед вашим решающим выходом в мир Куда вы придете уже уверенным в себе, всесторонне подкованным и готовым к успеху Который не заставит себя ждать Десять уроков тренинга по системе Дейла Карнеги построены так, чтобы ни на йоту не отступить от правил, законов и постулатов Завещанных нам этим великим человеком И вместе с тем обогатить их практической частью Закономерно вытекающей из теоретических положений Уроки, удобные для восприятия Изложены понятным, доступным языком И позволяют без лишних сложностей Отрабатывать приемы и навыки Которые вы сможете с легкостью внедрять в практику Вашего каждодневного общения В приложении к этой книге Вы найдете описание типичных трудностей Которые возникают у людей при освоении правил Дейла Карнеги И советы, как с этими трудностями справиться Краткие шпаргалки каждому правилу Помогут вам помнить о советах мастера общения В течение всего дня Субтитры создавал DimaTorzok